Бейсболка, перчатки, закрытая униформа. Рабочий зелёного хозяйства Сергей Горюнов к покосу травы на городских улицах готовится основательно. Триммер в его руках профессиональный, мощный и потенциально опасный. Проверка инструмента на исправность – залог безопасности и эффективности труда. Специальный пояс, чтобы облегчить вес устройства, очки, чтобы защитить зрение. Пластиковый или резиновый кожух тоже обязателен. Дело не в эстетике, а в элементарных правилах безопасности. Этому мужчине повезло. Ноги у него изрядно позеленели, но хотя бы остались целы. Эта травма может быть и серьёзная. Поэтому правила безопасности обязательно должны быть. Сейчас сезон сенокоса, поэтому очень рекомендую перед тем, как взяться за инструмент, прочитать инструкцию, посмотреть территорию и осторожно себя вести. Беруши или наушники в работе с шумным оборудованием тоже необходимы. 100 децибелов – это уже серьёзная угроза для слуха. Причём последствия разрушительного воздействия звука могут проявить себя лишь через несколько лет. Исправлять ситуацию будет поздно. Лучше предотвратить возможные проблемы элементарными способами. Очки, по крайней мере, как минимум. Или защитная маска в виде стекла, шлем такой есть. Одежда поплотни, одеваться, чтобы не было в головах руки, оголённые были ноги, чтобы они были защищены все. И проверить полностью, где начинает покос, проверить полностью газон от стёкол и лишнего всего такого, чтобы или в стекло кому-то не отлетел камень, либо стекло не попало и самому, то есть не порезаться. В организации, в которой трудится Сергей, в безопасности и охране труда повышенное внимание. С новичками подробный инструктаж, с рабочими поопытнее профилактические беседы. Дисциплина на уровне. Введён масочный режим. Маски мы носим постоянно. В коллективе тоже в масках находимся и общаемся в масках. То есть работаем также в общественном транспорте. Светлана Дробкова, Владислав Пескунов, Анатолий Чикрыгин. События. Брянск.